Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим машинно-аппаратурные схемы линии производства плиточного шоколада и порошка какао. Плиточный шоколад и порошок какао являются довольно популярными продуктами среди потребителей в России. Схема представлена на слайде. Основным сырьем для производства шоколада служат бобы какао и сахар, а для порошка какао – бобы какао. Бобы какао на автомашине 3 доставляют к подъемнику 4. Он поднимает бобы какао к очистительно сортирующей машине 5, которая отделяет от них примеси, грязь, а также делит их на фракции по размеру. Нужная фракция бобов какао поступает на питатель 1. В него вентилятором 2 нагнетается воздух, который транспортирует бобы какао к циклонам 7 и 9. Они установлены над автоматизированными обжарочными шаровыми аппаратами 6 и над сушилкой 10 с охладителем 11. В обжарочном аппарате из бобов удаляется влага. Их оболочка становится хрупкой и не связанной с телом самого боба. Охлажденные после обжарки бобы какао поступают в питатель 8 пневматической подачи с разгрузочным циклоном 12. Из циклона бобы выгружаются в дробильно-очистительно-сортировочную машину 13. Она разрушает оболочку и тело боба. Делит полученную крупку на несколько фракций и от каждой фракции отделяет оболочку. Каждая фракция в отдельности или смесь нескольких фракций транспортируется воздухом к разгрузителю 14 над 8-й вольцовой мельницей 15. Мельница размалывает крупку втертая какао, которая является жидким веществом. Вместо 8-й вольцовой мельницы крупку какао можно измельчать на специальной штифтовой мельнице. Насос 17 перекачивает тертое какао в смеситель 18, где оно смешивается с водным раствором углекислого аммония, который поступает из бачка 16. Насос 19 перекачивает смешанное со щелочью тертое какао в сборнике 20. Здесь оно обрабатывается щелочью. Из сборника одна часть тертого какао подается насосом 21 на гидравлический пресс 41. Для отжатия масла какао. А другая часть тертого какао, не обработанная щелочью, насосом 42 дозируется в смешивающую машину 50. В эту же машину насосом 22 дозируется масло какао из сборника 24. Необходимый для шоколада сахар из силоса 47 подается шнеком 46 и нории 45 через просеиватель 44 к питателю 43 пневматической установки. Ее циклон 48 имеет питатель 49, который равномерно дозирует сахар в месилку 50. Тщательно перемешанная смесь поступает в вальцовку 51. В ней составные части измельчаются и масса из тестообразной становится сухой вследствие адсорбции масла какао большой поверхностью измельченных частиц. К этой массе в смешивающей машине 53 добавляется масло какао дозируемое насосом 23. Остальные отмеренные добавки, например молоко, ванилин, в машину 53 поступают через штуцеры 52 и 54. После смешивающей машины шоколадная масса проходит эмульсатор 55 и поступает в сборник 56. Из него насосом 57 масса загружается в отделочные машины 58. В результате отделки улучшается качество шоколадной массы. Готовая шоколадная масса перекачивается насосом 59 в темперирующую машину 60, где охлаждается до температуры 30-31 градус Цельсия. Темперирующая машина подает шоколад в воронку разливочного полуавтомата 61. На полуавтомате происходит розлив шоколадной массы в металлические или пластмассовые подогретые формы, уплотнение ее в формах, кристаллизация и охлаждение, а также освобождение форм от готовых шоколадных изделий. Из полуавтомата выходят готовые шоколадные изделия. После выстойки они завертываются на машине 62. Завернутые изделия передаются в экспедицию. При получении масла какао на гидравлическом прессе 41 в качестве отхода получается жмых какао. По выходе из пресса жмых охлаждают, а затем подвергают грубому измельчению на волковой жмыха дробилки 40. Крупно измельченный полуфабрикат собирают в емкость 25. Куски жмыха шнеком 26 и норией 27 загружаются в дезинтегратор 39. Он измельчает жмых порошок какао, который транспортируется воздухом по трубам 38. Они снаружи омываются рассолом, который охлаждается в теплообменнике 28. В классификаторе 36 отделяется крупный порошок какао, а в циклоне 37 оседает мелкий. Через разгрузитель 30 порошок собирается частично в емкости 29 для внутреннего потребления, а остальной порошок транспортируется по трубам вентилятором 35 в циклон 34. Из него шнеками 33 порошок подается к расфасовывающим машинам 32. Они готовят картонные коробки с внутренним пакетом, наполняют их порцией порошка какао и запечатывают. Готовые коробки на упаковывающей машине 31 укладываются в короба. Короба заклеиваются, маркируются и поступают в экспедицию. Рассмотрим еще один вариант машинно-аппаратурной схемы производства шоколада. Схема представлена на слайде. Бобы какао загружают в бункер ковшового элеватора 1, который передает их в очиститель на сортировочную машину 2, где они очищаются от механических примесей. Очищенные бобы при помощи элеватора 3 загружают в обжарочный аппарат 4. После обжарки оболочка бобов становится хрупкой и легко отделяется от ядра. Охлажденные после обжарки бобы при помощи элеватора 5 или пневматического транспорта передаются в дробильно-сортировочную машину 6. Здесь бобы дробятся в крупку какао. Полученная при этом раздробленная оболочка какао-велла отсеивается от крупки. Крупка разделяется по величине на 8 фракций. Далее либо самотеком, либо при помощи механического или пневматического транспортера крупка загружается в волковую или другую мельницу 7. При размоле частицы крупки разогреваются и масло какао содержащиеся в бобах, имея низкую температуру плавления частично расплавляются. В результате размола крупки получают тертое какао, которое имеет жидкую консистенцию. После подогрева в бункере оно перекачивается насосом 8 и темперирующий сборник 9. В результате размола крупки получают тертое какао, которое имеет жидкую консистенцию. После подогрева в бункере оно перекачивается насосом 8 в темперующий сборник 9, где поддерживается температура 70-80 градусов Цельсия. Отсюда насосом 10 часть тёртого какао подаётся в мерник 15 смесительной машины для приготовления шоколадных масс, другая часть к гидравлическому прессу 11 для отжима масла какао. Масло какао, отжатое в прессе, перекачивают из сборника 12 в мернике 14, 18 и 21 смесительных машин для приготовления шоколадных масс. В результате прессования тёртого какао остаётся твёрдый остаток – жмых, который передают на жмыхо-дробилку. После дробления, дальнейшего тонкого размола жмыха и контрольного просеивания получают порошок какао, который затем фасуют в пачке на фасолочном автомате или в жестяные коробочки. В машине 13 производится смешивание основных компонентов шоколадной массы – тёртого какао, некоторые части масла какао и сахара в виде сахарной пудры или реже – сахарного песка. Здесь же в шоколадную массу вводятся необходимые вкусовые и ароматизирующие вещества. Тщательно перемешанную шоколадную массу выгружают в тележку, затем перевозят и подают в загрузочную воронку пятиволковой мельницы 16. При измельчении массы общая поверхность её частицы резко увеличивается, масло адсорбируется этой поверхностью, и продукт из тестообразной массы превращается в сухой порошок. Отвальцованную массу загружают в смесительную машину 17, где в неё добавляют ещё часть масла какао. После разводки массу вальцуют на мельнице 19, а затем в смесительной машине 20 производится смешивание сухой отвальцованной массы с последней частью масла какао. Следует отметить, что смешивать шоколадную массу сразу с полным количеством масла какао нельзя, так как она была бы жидкой и не могла бы вальцеваться, стекая по поверхности волков. Шоколадную массу для изготовления десертных сортов шоколада подвергают длительной обработке в конш-машинах 22. Из сборника 23 насосом 24 массу подают в автоматическую темперирующую машину 25. Массу для обыкновенных сортов шоколада передают после смесителя 20 темперирующую машину минуя конш-машину. В темперирующей машине 25 температура шоколадной массы доводится до 30-31 градуса Цельсия, после чего она перекачивается в воронку отливочной машины 26 для заполнения металлических форм. Заполненные формы проходят через вибротранспортер 27, который уплотняет массу в ячейках формы. Далее формы поступают в охлаждающую камеру 28, в которой шоколадная масса охлаждается и кристаллизуется. Формы с отвердевшими плитками шоколада поступают в машину 29 для извлечения плиток из ячеек форм. Затем плитки шоколада передают к заверточной машине 30 и на упаковочные столы 31. Формы освобожденные от плиток возвращаются транспортером к отливочной машине через камеру для подогревания форм. Изготовление шоколада с начинками осуществляется по той же схеме, но после темперирующей машины должен быть установлен отливочный автомат для отливки фигурного шоколада с начинками. Как видно из схемы, в производственном потоке имеются тяжелые ручные операции, связанные с загрузкой и разгрузкой смесительных машин и волковых мельниц, а также с транспортировкой шоколадной массы. С целью механизации этих операций была создана поточная линия приготовления шоколадных масс для обыкновенных сортов шоколада и глазури. В этой линии тертое какао, масло какао и сахарный песок дозаторами 32 подаются в смеситель непрерывного действия 33, из которого смешанная шоколадная масса поступает непосредственно в загрузочную воронку 5-волковой мельницы 34. Отвальцованная масса смешивается со второй частью масла какао в смесителе 35. После смесителя 35 масло проходит обработку в эмульса 3-36, откуда поступает на формование обыкновенных сортов шоколада или в конш-машину для последующего приготовления десертного шоколада, либо используется в качестве глазури. В этом видео мы рассматриваем только машинно-аппаратурные схемы для производства этих изделий. А оборудование подробно мы будем разбирать по видам технологических процессов позднее. И на каждый технологический процесс и каждый подвид оборудования у нас будет свое отдельное видео. В этом видео мы рассмотрели машинно-аппаратурные схемы линий производства плиточного шоколада и порошка какао. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарии, если вам есть что написать. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.